Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Вы, наверное, часто задавались вопросом, как быстро и легко поднять рейтинг, как быстро набрать коронки для сундуков, или как сделать огромную серию побед в быстрых боях. Именно всё это вы узнаете в сегодняшнем ролике, а сейчас немного рекламки. Хотел бы вам посоветовать мою группу ВКонтакте по Кэтс. Здесь вы сможете найти различные пасхалки, советы, баги, а также здесь будут регулярно выкладываться ставки. Если вам это интересно, то ссылочка на группу будет в описании, а мы переходим к ролику. Итак, ребята, собственно, давайте приступим. Сейчас я вам всё это расскажу. Для начала, что нам понадобится. В общем-то, эту тактику немножечко пофиксили разработчики, но она всё так же работает. Сразу предупреждаю, что для этой тактики вам понадобится... Сразу предупреждаю, что для этой тактики вам понадобится не очень мощный корпус. То есть, посмотрите, сейчас я нахожусь на 21 этапе, у меня корпус с военными деталями. То есть, он, ну, очень сильно отстаёт сейчас от моего этапа. Вот, собственно, мне повезло то, что он у меня остался. Получается, 4 звёздочки военные детали. Для того, чтобы нам легко заработать серию побед, поднимать рейтинг, ну и коронки зарабатывать, нам понадобится, собственно, этот корпус, какой-нибудь слабый для вашего этапа, и одна ракетница. Ракетница понадобится вам мощно, именно с того этапа, который... ну, на котором вы сейчас находитесь. Вот мы её ставим, у меня ракетница с карбоновых деталей, с одной звёздочкой, и смотрим. Сейчас у меня машина имеет 5684 здоровья и 8559 урона. В общем-то, мы колёса даже на неё не ставим. Для этой тактики вам также может подойти пирамида. То есть, вам не нужен особо длинный корпус, вам короткий подойдёт, вот такой вот, как типа проныры или пирамиды. Просто пирамиды у меня нету, такой слабой, из-за этого мне пришлось выбрать именно её. Хорошо, что хотя бы она у меня осталась, я вам смогу показать эту тактику. Собственно, смотрите, сейчас вы у меня видите то, что огромное количество сундуков, ну, 4, и на всех есть по 3 коронки. Их очень легко зарабатывать, и серия побед у меня 22. Вот. Сейчас мы заходим и смотрим. У нас первый противник, у которого огромное количество хп и урона. В общем-то, для того, чтобы ему не проиграть, мы просто его пропускаем. Этого мы тоже пропускаем. И, видите, нам попадается чувак, у которого примерно такое же количество здоровья, как и у нас. Ну, и атака тоже. Но прикол в том, что мы благодаря нашей ракете его просто ваншотим. Вот, посмотрите. А его ракета даже на нас не долетает. Собственно, вот изи победа. Смотрим дальше, наш следующий противник. Так, это спасибо мне, это не нужно. Смотрим дальше. У нас снова чувак с военным корпусом, и также у него не такая уж и большая атака. И также мы его ваншотим. Вот, смотрите. Оп, и снова победа. Это очень классно. Смотрим дальше. Конечно же, приходится иногда тратить на противников деньги, потому что, ну, попадаются достаточно мощные. Это связано с тем, что у вас большая серия побед, и там уже подбираются противники в зависимости от вашего этапа, чтобы вам сбить эту серию побед. То есть, сами разработчики игры так сделали. Ну, а так вы их пропускаете и спокойненько убиваете у таких вот парней. Смотрим дальше. У нас также проныра с близнецами и пилой, и мы его также ваншотим. Еще хотел бы вас предупредить о том, что если вам попадаются чуваки с реверсами, то сразу их скипайте. Потому что с ракетой это очень странно работает. Вот сейчас я вам приведу, например, пример. Может быть, мне все-таки попадется... Ой, я так странно сказал. Приведу, например, пример. В общем-то, приведу пример, если мне попадется такой чувак. Вот, пока что мне такие не попадались. Вот, смотрите. Видите, мне относительно моего этапа попался чувак, у которого 260 тысяч здоровья и 150 тысяч урона. Ну, вот просто посмотрите. Против моей тачки, ну, это вообще капец какой-то. А сейчас мне попадается парень, которого я просто ваншотчу. Вот, отличненько, вообще офигенно. Ну, благодаря этой тактике вы сможете, ну, просто очень быстро набирать коронки. Я раньше мучился с этим, очень долго набирал. И рейтинг тоже я достаточно долго набирал. Но из-за того, что я набирал, конечно, коронки, у меня как-то рейтинг легко набирался. И всегда он был на максимальной отметке, ну, смотря на мой этап. Так что с этим я никогда не мучился. Но вот коронки это, конечно, что-то. С серией побед у меня вообще максимально было 25. Вот сейчас я на ролике 27 набил. И это мой личный рекорд. В общем-то, давайте смотрим дальше. Снова легкий парень, которого мы спокойно ваншотим. Я надеюсь тоже, что нам попадется противник, у которого будет реверс. И я вам покажу, что вообще происходит с этими парнями. И как их вообще... Что с ними делать, собственно. Так, этого парня мы тоже ваншотим. Вообще хорошо все так идет. Даже практически никого пропускать не приходится. Это очень-очень классно. Смотрим дальше. О, вот это уже мощный попался. Чувак полностью из карбона. Но он нам не нужен. Мы его пропускаем. Вот этого парня можно убивать. И это отличненько. Мы его также убиваем. Сейчас мне даже, наверное, ачивки будут давать. Потому что у меня еще серии побед не было из 30. Вот мне дали достижение даже. Wildcat. Отлично. Смотрим дальше. И у нас здесь снова карбоновый чувак. Мы пропускаем. Также хочу предупредить то, что порой бывает то, что вам аж 5 человек приходится пропускать. И на это уходят нормальные деньги. Ну, конечно же, вы можете в умениях спокойненько прокачать там вот эту вот штуковинку. Дешевый пропуск. И то есть в конце, по-моему, 50% у вас будет скидка на пропуск противника в быстрых боях. Итак, ребят, я, собственно, нашел чувака с реверсом. Посмотрите. У него такая вот интересная комбинация. Близнецы, реверс и валун. Чаще всего именно вот эти парни как раз-таки нас могут спокойно выиграть. То есть я не знаю, с чем это связано. Но именно вот эта комбинация, когда этот реверс срабатывает, я не понимаю почему. Но любая ракетница либо близнецы всегда стреляет быстрее, чем моя ракетница. Соответственно, его снаряд меня как бы быстрее затрагивает. И я от этого умираю раньше, чем он. Но если, конечно же, ваш противник с такой комбинацией не будет вас ваншотить, то вы с ним можете сыграть бой. Но если, как в моем случае, он меня ваншотит, я, конечно, пропускаю с ним бой. Потому что я его, по идее, не смогу выиграть. Потому что я уже попадался на это несколько раз и, конечно же, проигрывал. Вот этого парня мы, конечно же, сможем на изи выиграть. Отлично. В общем-то, давайте посмотрим. Если еще какие-нибудь комбинации встречу сейчас, то вам обязательно про них тоже расскажу, чтобы вы не попадались на это и спокойненько могли набирать рейтинг, коронки и серию побед делать огромной. Вот. Смотрим дальше. Что у нас тут? А, у нас здесь мощный парень. Вы просто посмотрите. Это вообще как будто бы из топа какой-то. Чувак такой мощняцкий. Это капец. Так, ну, с этим парнем, я думаю, мы справимся. Потому что ракетница успевает два раза стрельнуть, пока лазер один выстрел сделает. Так что можно спокойненько это пропускать. Так, давайте мы, наверное, один сундук сейчас откроем, чтобы я хотя бы не зря набивал серию побед. А мы с вами, собственно, набивали мне сундук и коронки на него. Блин, классный реверс, кстати, выпал. Пока что это моя самая максимальная деталь на моем этапе. Это очень классно. Ладно, поехали дальше. А этого чувака мы пропускаем. Ну, с этим можно сразиться, я думаю, да? Отлично, мы его выиграли. Просто тут еще есть какие-то корпуса, которые раньше меня затрагивают. Я тоже не знаю, с чем это связано. Но, если честно, я не помню таких. Вот этого мы должны выиграть. Отлично. Это было близко, но все-таки мы справились. Хух. Сейчас все как бы страшнее и страшнее воевать с чуваками. Так, смотрим дальше. Ох ты, этот мощный. Это, кстати, по-моему, по моей тактике играет только с близнецами. Так, ох ты ж, 505 урона. Это вообще капец. 505 тысяч, точнее. Так, этого мы убиваем. Отлично. Пока что все идет очень хорошо. И эта теория просто идеально себя показывает. Так что можете ей спокойно пользоваться. И как бы фармить себе рейтинг. Это вообще суперская просто тактика. Я не знаю. Наверное, на данный момент лучше нее я еще не встречал. Вот. Так, этого мы пропускаем. Этого тоже. Ух ты, а вот этот чувак интересный. Хух, это было капец как близко. Я уже думал, он по мне попадет. Окей, у нас серия из 40 побед. Мне дают достижения. Это хорошо. Давайте, наверное, дойдем до 50. Я получу еще одно достижение. И как бы покажу вам до конца, как эта теория работает. И потом уже можно будет заканчивать видосик. Как раз я там наберу и полное количество коронок для моего нового сундука. Так, отлично. Еще одна победа. Смотрим дальше. А, этого парня мы тоже, по идее, должны побеждать. Отличненько. Вообще, просто идеальная как бы тактика. Хотите, ребята, используйте. Я вам точно говорю то, что вы с ней вообще спокойно сможете прокачать свой рейтинг. Так, а вот с этим парнем, я не знаю, смогу я его. Отлично, смог. Заметил то, что нитро замедляет выстрелы ракет. Так что с чуваками, у которых нитро, можно, наверное, даже побольше. С этим парнем, смотрите, я могу начать, потому что у него меня ракета не ваншотит. Но посмотрите. Вы видите, его реверс, благодаря тому, что у него есть этот дурацкий реверс, он как-то... Меня раньше... Он меня раньше просто берет и ранит. Я не знаю, почему это. Вот я вам именно вот такой вот бой хотел показать. Хорошо, что он мне именно попался. Потому что, если бы вы попались вот на такого чувака, начали бой, и если бы он вас ваншотил, то бы вы бы сбили свою серию побед. Ну, кому это надо, сами посудите. Из-за этого я вам решил показать. Так, у этого тоже реверс, он меня ваншотит. Так что, пожалуй, его пропустим. Вот этого можно спокойненько побеждать. Отлично. Парень просто по-жесткому отлетает от нас. Очень классная ракетница. Вообще, капец, она мне нравится на этом корпусе. Вообще, просто всех мочкает, кого только хочет. Вот. Так что, ребята, используйте. Я не знаю, можете попробовать там вообще какую-нибудь металлическую проныру поставить или пирамиду. Хотя там пирамида еще, по-моему, даже не открывается. Но выпасть она вам, конечно, по идее, могла. Вот. Собственно, можете пирамиду поставить. Металлическую. Я, на самом деле, наверное, проэкспериментирую даже с деревянной, когда у меня будет престиж. Так что, посмотрим, как будет эта тактика работать с деревянными корпусами. Это, наверное, вообще какой-то капец будет. Кто там будет мне попадаться, я вообще не представляю. Вот. После моего видоса, конечно, много кто будет эту тактику использовать. Но все-таки останутся те ребята, которые, ну, не будут про нее знать вот на этих вот этапах. И вы сможете спокойненько ее использовать. Так что, все пока что очень хорошо. И используйте, пока есть время. Вот. И, собственно, что? О, у нас последняя победа до 50. Этого, чувак, мы пропускаем. Этого тоже. Этого тоже. И вот в этого стреляем, думаю. Отличненько. У нас серия из 50 побед. Мне дают еще одну ачивку, что очень-очень хорошо. И мы полностью проапгрейдили свой вот этот вот сундучок. На самом деле, все это можно сделать гораздо быстрее. Просто я, как бы, вам все рассказываю. И из-за этого я, как бы, ну, потихонечку все это нажимаю. Потихонечку пропускаю. Из-за этого это кажется немножечко, может быть, даже медленным. Но если сравнивать это с тем, что, как бы вы, например, там воевали на своей основной тачке, то, конечно же, разница огромная. Здесь вы намного быстрее. Я вам просто, ну, честное слово даю. Вы намного быстрее сможете здесь фармить рейтинг. И вот эти вот самые главные коронки. Потому что лично мне этот опыт нравится из-за того, что здесь можно спокойно... Ой, не опыт, что я говорю. Лично мне нравится эта тактика из-за того, что я могу спокойно набирать вот эти вот коронки. С которыми у меня, кстати, иногда были проблемы. Так что, если у вас тоже с ними проблемы или с рейтингом, или вы хотите набрать огромную серию побед, например, для того, чтобы выполнить ачивки, то эта тактика, ребят, специально для вас, собственно. На этом мой видос подходит к концу. Я уже не знаю, что еще рассказать про эту тактику. Ну, собственно, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Огромное всем спасибо, удачи и пока-пока.